Наш корреспондент Олег Хатанзейский отправился в командировку по Печоре, чтобы своими глазами увидеть, как живет Великовисочная. Это село в результате конкурса выиграло 8 миллионов рублей. Как передает журналист по телефону, осваивать эти средства уже начали. Полным ходом идет благоустройство. Благоустройство Великовисочного сейчас идет полным ходом. В селе обновляют пешеходные тротуары. Строители в основном это местные мужчины. Работы ведутся практически ежедневно. В планах сельской администрации не только обновить устаревшие дорожки, но и возвести их там, где раньше не было. Помимо прочего, в ближайшее время в Виске, Лабашском и Тошвицке, эти населенные пункты входят в состав одного муниципального образования, начнется возведение так называемых понтонных причалов. В регионе, кстати, подобных еще нет. Материалы уже везут, но и также в Лабашском и Тошвицке появятся небольшие вокзальщики, где пассажиры смогут ожидать теплоходы. Но знаете, коллеги, что касается Великовисочного, то здесь сейчас набирает обороты история, связанная с новым многоквартирным домом для малоимущих граждан. Строения по контракту должны были построить еще в декабре 2013 года. Подрядчик-предприниматель Воробьев, он из Наринмара, однако в жилое здание людей пустили лишь в мае этого года. Прошло уже три месяца, а дом буквально рассыпается на глазах. Наша съемочная группа видела все это лично, своими глазами. Строения возвели с грубейшими нарушениями. Глава исполняющей обязанности главы сельсовета призналась, жить в таком доме сейчас опасно, да и холодно. Даже сейчас вот летом в квартирах всего 8 градусов, и это при работающих радиаторах. Что будет зимой, представить на самом деле несложно. Строители все недочеты пообещали устранить с открытием навигации, однако никаких работ до сих пор в этом доме не ведется. Помимо этого, вокруг жилой двухэтажки настоящая свалка, разбросан строительный мусор, но и его подрядчики убирать не торопятся. Конечно, узнать причины и делать определенные выводы, находясь в виске, мы сейчас не можем, это неправильно. За объяснением необходимо обратиться к строителям и заказчикам объекта. Мы это обязательно сделаем. Но то, что дом, мягко говоря, проблемный, это факт.